Всем привет! Вы на канале Зе Книги, меня зовут Даша, и сегодня новый необычный формат. Я все время пытаюсь придумать что-то новое с книгами, хотя это на самом деле безумно сложно, потому что книги, они такие, знаете, очень серьезные. Но это формат развлекательный, и надеюсь, вам он понравится. Новый формат называется, короче говоря, книги, и для тех, кто в школе не прогуливал уроки литературы, я предлагаю викторину. С меня пересказы произведений из школьной программы в формате, короче говоря, а с вас ответы в комментариях и, если хотите, даже цитаты из этих произведений. Возможно, у нас и такие зрители есть из этих 700 человек. Ну, хотелось бы, чтобы вас чуть-чуть больше было, конечно, но все со временем. Ответы на задачки буквально через несколько секунд после того, как я закончу пересказ, поэтому, если не успеваете, жмите на паузу. Перед тем, как услышать ответ. Ну что, давайте попробуем. Профессор живет в столице в семикомнатной квартире и жалуется на хамоватых соседей и рабочих. Веда приходит откуда не ждали. После неожиданного зоозащитного порыва профессор подбирает на улице беспородного, но вполне себе милого пса. В жажде экспериментов профессор зачем-то пересаживает псу, железы трижды судимого за кражи пенчуги. Результат получается максимально хреновый. Пес стал пить, курить, ругаться матом и почему-то играть на балалайке. Еще через неделю хамоватое животное потребовало личные квадратные метры в квартире профессора. Профессор в шоке. Как из милого пса получилась такая мразь. Короче говоря, пришлось вырезать псу гипофиз и вернуть в исходное состояние. Конечно же вы догадались, что это произведение Михаила Афанасьевича Булгакова «Собачье сердце» и его герои. Профессор Преображенский и Хамовато из Шариков. Ну, мне кажется, что это была очень-очень простая задача. Мне кажется, даже Тетчер бы ее угадала. У нас только слушает про книги, мне кажется, она уже очень образованный код. К слову сказать, это произведение более 30 лет было запрещено к печати и передавалось только через сам издат. И только, по-моему, через 35 лет его опубликовал какой-то иностранный журнал. Ладно, это было максимально легко. Давайте поищем в школьной программе что-нибудь посложнее. Человек с максимально неблагозвучным именем и отчеством работает менеджером в царской России. Подвергается легкому буллингу со стороны коллег. Скромность жизни офисного работяги разрушает прискорбный факт. Его любимое пальто совсем утратило товарный вид и нужно заказать новое. Новое пальто по ощущениям менеджера стоит как истребитель, но раз без него никак, то придется экономить. И вот мечта главного героя исполняется, и он пополняет гардероб новой верхней одеждой. Но радость его не длится долго. В темном переулке он становится жертвой грабителя, который похищает обновку. Главный герой пытается найти грабителей с помощью полиции и чиновников. Но от безысходности ситуации умирает. На этом история не заканчивается, потому что дальше дух менеджера выходит на тропу войны, поджидает случайных прохожих и забирает у них верхнюю одежду. Короче говоря, такой вот полтергейст-модник. Я специально постаралась не называть тот предмет одежды, который украли у бедного Акаки Акакевича, героя повести Гоголя Шинель. Я надеюсь, что все вы угадали это произведение из школьной программы. И давайте двигаться дальше. Завязка сюжета базируется на странном желании одной высокопоставленной дамы купить весенние цветы на Новый год. И поскольку голландские тюльпаны в ее стране, можно сказать, под санкциями, она обещает большую награду тому, кто принесет ей корзину необходимых растений. По этой причине одна алчная семейка отправляет нелюбимую дочь в рискованный поход за цветами, что для них плюс в любом случае. Либо добудет цветов и награду, либо погибнет. От переохлаждения, и бог еще знает от чего, несчастная встречает странную разношерстную компанию, которая совместными магическими усилиями добывает ей цветы. Цветы дарят высокопоставленной даме, и та, будучи, видимо, под шампанским, решает сама пойти в лес и убедиться, что цветы ей не привиделись. А дальше все как в иронии судьбы. Все бегают туда-сюда, обратно мерзнут, угрожают друг другу и обещают жениться. И чтобы разрулить весь этот базар-вокзал, появляется Дед Мороз и исполняет все их незатейливые желания. Ладно, вы наверняка уже узнали, что это сказка «12 месяцев» и вся орава персонажей. Многие даже не подозревают, что вот эта волшебная сказочная история появилась на свет в холодной, серой, суровой военной Москве. Во время Второй мировой войны Маршак практически забросил детскую литературу, писал эпиграммы, писал листовки, какие-то призывы, чтобы мотивировать солдат сражаться. И ему пришло письмо от маленького мальчика, который сетовал на то, что их любимый писатель совсем забыл про детей. И в ответ Сумил Маршак написал вот эту волшебную сказку. Друзья, надеюсь, вам понравился такой формат. Пишите ваше мнение в комментариях, потому что для меня самой это такой эксперимент. и мне интересно узнать ваше мнение. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока! Второй! Второй день подряд я пытаюсь записать видео. Я ненавижу своих соседей.